В Юсселе завершился саммит лидеров Европейского Союза и Сообщества Государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Он проходил 17 и 18 июля. Две эти организации объединяют 60 стран, производящих 20% мирового внутреннего волового продукта. И с общим населением около 1 миллиарда человек. Украина не входит ни в одну из этих организаций, но обсуждению ситуации в ней посвятили значительную часть саммита. Представители Европейского Союза были настроены включить в итоговую декларацию пункт с оценкой действий России в Украине. Этот пункт стал причиной долгих согласований, так как было нелегко найти слова, которые бы устроили все 60 стран. Надежда умирает последней, поэтому я надеюсь, что мы будем способны увидеть историю. Мы не можем переписать историю. Факт в том, что Россия это агрессор по отношению к Украине. Это факт. И мы не можем сказать сейчас, что это украинская война. Я думаю, что это не так. Мы должны признать реальность. Если большинство стран, за исключением трех или четырех, мы по-прежнему можем сделать ссылку, что практически все страны приняли и XXX, не согласились. Но это было бы позором, что мы не способны сказать, что в Украине российская агрессия. Это факт. Накануне финального обсуждения глава европейской дипломатии скупо комментирует переговоры и позиции стран. Я уверен, что в итоге у нас будет хорошее решение, и вы его увидите. Обсуждения были настолько активными, что итоговая пресс-конференция стартовала на два часа позже, чем планировали. А сам итоговый текст декларации появился на сайте Европейского совета буквально во время ее проведения. Еврочиновники утверждают, что они довольны и результатом встречи, и текстом декларации. Мы только что согласовали амбициозную декларацию, которая покрывает все сферы будущего развития. Она была поддержана всеми странами, за исключением одной, которая не смогла принять лишь один параграф. Это был успех этого мероприятия. Украина не единственная тема на саммите. В приоритете экономика, климат, глобальные вызовы в сфере здравоохранения. Российское вторжение разрушило традиционные цепочки поставки товаров и обострило конкуренцию в мире, что заставляет страны искать новых торговых партнеров и источники сырья. Латинская Америка – привлекательный регион для сотрудничества. Мы запустили инвестиционную программу «Глобальные врата» для Латинской Америки и Карибского региона. Мы приведем более 45 миллиардов евро высококачественных европейских инвестиций в Латинскую Америку и Карибский регион. Более 135 проектов уже в разработке, поэтому это очень хороший старт. Зеленая энергетика – одна из важнейших тем. В Европейском Союзе заинтересованы в поставках лития, а страны Латинской Америки заинтересованы не только в его добыче, но и в локализации производства продукции на его основе и его обработке. Мы подписали соглашение по критически важному сырью с Чили, и мы также подписали два меморандума о понимании по энергии с Аргентиной и один с Уругваем. Оба о зеленой энергетике и конкретно о гидрогене, то есть по-настоящему вин-вин ситуация для обоих регионов и континентов. Президент Еврокомиссии также рассказала, что были проведены успешные переговоры по торговому соглашению со странами Меркосур. Это Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай. Этот договор хотят заключить до конца года. Также в ближайшие месяцы будет заключено соглашение по модернизации между Европейским Союзом и Мексикой. Отдельное внимание было уделено действиям России по срыву зерновой сделки. Я глубоко обеспокоена действиями России по прекращению Черноморской зерновой инициативы. Несмотря на усилия ООН и Турции, риск, что это приведет к продовольственной небезопасности во многих уязвимых странах по всему миру. Президент Еврокомиссии рассказала, что благодаря Черноморской зерновой сделке удалось вывезти 35 миллионов тонн продуктов сельского хозяйства из Украины. Продолжает свою работу линия солидарности. Это сухопутный маршрут вывоза сельхозпродукции из Украины. И по этому направлению уже вывезли более 45 миллионов тонн грузов. Мы много обсуждали, конечно, факт, что все хотят завершить эту войну, и мир должен быть справедливым и продолжительным, и его основой должен быть устав ООН. Соблюдение устава Организации Объединенных Наций стало основой, на которой удалось согласовать текст итоговой декларации в части Украины. Ведь большинство стран латиноамериканского региона поддерживают резолюции ООН, осуждающие действия России. Мы все обеспокоены ситуацией войны в Украине. Достаточно очевидно, что мы обеспокоены, и страны Латинской Америки всегда выражали свое желание работать для того, чтобы восстановить мир быстро. И это должен быть устойчивый мир. И мы по-прежнему говорим сейчас, что война – это не путь. Но естественно, что в двухсторонних отношениях с Европейским Союзом для латиноамериканских стран приоритетными были их собственные интересы. В первую очередь экономические. Впервые мы расставили все точки над «и» и говорили об экстракционизме. Я думаю, что это заняло столетие, но мы устроили это. В итоге мы преуспели. Страны региона не хотят, чтобы их воспринимали лишь как источник сырья и заинтересованы в развитии своего производства. В части Украины в итоговой декларации содержалась обеспокоенность войной и ссылки на резолюции Организации Объединенных Наций, осуждающие действия России. Президент Сообщества Государств Латинской Америки и Карибского бассейна Ральф Гонсалвес заявил, что этот общий подход, ссылка на резолюции ООН и на другие документы, был применен в части резолюции, осуждающей институт рабства. Сначала вы излагаете принципы, вы выражаете озабоченность в связи с этим, вы высказываете трудности, которые существуют, вы решаете задачу мира. И затем это излагается в параграфе «Резолюция», «Отсылки к резолюциям ООН». И эти резолюции говорят о вопросе агрессии, осуществляемой Россией. Декларация – это не просто набор тезисов. Параграф о репарациях ссылается на Дурбанскую декларацию, принятую в начале 2000-х. Я бы не проговаривал, о чем говорит Дурбанская декларация. Вы делаете ссылку, и вы видите Дурбанскую декларацию. Каждая страна, по сути, подтвердила свои предыдущие индивидуальные голосования в Организации Объединенных Наций по вопросу российского вторжения в Украину. Всегда сложно найти общую формулировку для всех стран Латинской Америки, ведь там есть представители всех подходов. Есть немногочисленные сторонники России, есть однозначные союзники Украины, и есть просто страны, которые осуждают российскую агрессию. Но пока не готовы предоставить оружие Украине и поддерживать санкции в отношении России. В этом регионе у Украины есть шанс получить еще большую поддержку. Я думаю, что Украине стоит сделать, это осознать, что точки зрения в Латинской Америке серьезные, они обоснованные, они рациональные, они исходят из глубокого понимания истории Латинской Америки. Но в то же время очень серьезные слабости в точке зрения Латинской Америки. Одна из них – это то, что латиноамериканцы не понимают реальный уровень нарушений прав человека и военных преступлений, которые происходят в Украине. Другая проблема, которая вызывает беспокойство в том, как Латинская Америка видит Украину, в том, что они начинают верить, что оба – Запад и Россия – должны быть виноваты в эскалации и в росте количества вооружений, которые используются в Украине. И похоже, что они не признают, как следовало бы, что Украина, безусловно, сражается в оборонной войне против агрессора. И я думаю, что это надо разъяснить. Необходимо разъяснить природу санкций, которые применяют в отношении России. Латиноамериканские страны озабочены, что эти санкции, как репарации против Германии в конце Первой мировой войны, своего рода бремя, которое будет длиться вечно и будет препятствовать достижению глобального мира когда-либо. Надо дать понять, что санкции закончатся, когда вторжение будет завершено и мирное урегулирование, которое будет одобрено Украиной, достигнуто. Само включение темы Украины в итоговую декларацию саммита Евросоюза и латиноамериканских стран – уже умеренный успех. Украина географически не принадлежит ни к одному из этих объединений. И Латинская Америка – это тот регион, где украинской и европейской дипломатии есть чем работать для того, чтобы преодолевать последствия десятилетий российской пропаганды и предубеждения по отношению к западным странам. Виталий Сизов, Руслан Кузьгов из Брюсселя для телеканала Freedom.